приветствую всех на своем канале сегодня у меня котлейка чиа лин нью сити и это не просто хвасталка ее цветением они много новой информации об этом сорте поближе показываю красавицу ее я вам показывала кажется в прошлом году или в этом году зимой уже точно не помню и говорила о том что она цветет где-то приблизительно осенью раз в году да действительно она цветет где-то в районе осени от этих слов я не отказываюсь но как выяснилось цветет она далеко не раз в году после последняя ее точнее первое и цветение в этом году было в конце декабря и параллельно она у меня тащила еще одну бульбочку на которой я неестественно не обратила никакого внимания так не ожидала от нее цветение подумала что обычно котлейки если во время цветения что-то там растят то это скорее всего не процветет вот так она у меня красиво цвела в декабре двадцатого года и потом я совершенно случайно заметила параллельно развивающийся чехол вот это уже цветочек который один открылся из того чехла второе цветочку он не осилил ну и на этом я собственно успокоилась подумала что уже годовую норму котлейка у меня выполнила и после цветения где-то может быть через месяцок я ее поделила точнее отделила от нее всего две бульбочки жирненькие такие красивенькие с новой набухающей почкой с корешками небольшим количеством новых растущих корней и отсадила ее ну с тех пор а вот прошло немного еще времени где-то наверное с полгода чуть больше может быть и уже я любуюсь еще одним уже третьим цветением в этом году то есть первое было где-то в декабре второе было где-то в январе в 11 одним цветочком она процвела сейчас середина ноября и она у меня уже цветет довольно давно наверно с неделю уже цветет двумя цветочками и где-то параллельно есть еще одна почка она также без чехла как и в прошлый раз нет прошлый раз было с чехлом я наверно с кем-то путаю в общем она в этот раз без чехла набухшая и если бы я думаю не представляла ее периодически уже в это цветение с места на место я думаю это почка обязательно процвела бы причем после деления растения не потеряла силы и вот эти два роста две бульбочки они довольно плотненькие конечно первая бульба всегда намного больше крупнее прям такая хорошенькая жирненькая а вот вторая где там она у меня она немного помельче но она и стояла чуть подальше от окна больше вот этот бог которым она сейчас цветет то бульбочка стояла ближе к окошку я очень я давно заметила что котлея очень сильно размер бульб и толщина очень сильно зависят от света и сейчас я вам покажу что у меня получилось стоит с теми двумя бульбами которые я отсадила здесь она у меня сидит в горшочке таком двойном и вместе с денежным деревом подвязана задержаны за денежное дерево так как у меня корешков было мало и вот за лето эта почка у меня выросла в полноценную бульбу и не знаю как вам сейчас показать поближе бульбочка без чехла опять пытается набирать почку вот как я вам только что показывала почку на материнском пусть по кустике здесь тоже есть такая же почка только она начала уже больше как-то развиваться она здесь более заметно камера конечно не очень приближает с телефона съемка оставляет желать лучшего сейчас ставлю фоточку чтобы вы могли повнимательнее рассмотреть то есть буквально две бульбы и со следующей встречи бульбы она уже пытается цвести и вот поближе фотография этой самой почки точнее ее уже можно назвать сформировавшимся бутончиком конечно он немножко странно выглядит где-то какие-то неровности но я думаю с возрастом все придет в свою форму все обретет свою форму и вполне себе нормально процветет не знаю время конечно покажет но по крайней мере вот это вот попытка на 3 бульбы бульбы сразу процвести для меня это что-то новенькое верное все-таки окончательно это котлея у меня адаптировалась что готова цвести даже уже с 3 бульбы чему я безмерно рада очень довольна этим сортом даже не знаю что теперь от него ожидать в дальнейшем может быть он с каждой новой бульбочки у меня будет теперь цвести постоянно потому что периодически он меня выкидывал по 2 иногда даже по 3 бульбы но цвил всегда только с одной сейчас ситуация в корне изменилась я не нарадуюсь на этот сорт и надеюсь он будет продолжать меня радовать своим цветением с каждым новым ростом сейчас подсыплю немного коры чтобы как-то растение немножечко покрепче держалась потому что смотрю немного корней уже наросло и можно слегка добавить субстрата чтобы она как раз немножечко покрепче у меня сидела и возвращаю обратно на подоконник вам спасибо большое за внимание еще одно солнечное фото красоточки хорошего настроения и пока